Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Недавно со мной произошла ситуация, которая меня серьёзно взволновала. Было совещание по работе, на котором присутствовали я, мой коллега, равных мне по должности и начальник, оба мужчины. По окончании мы вышли на улицу, а не на машинах, я без. Они в силе уехали, оставив меня одну и предоставив идти пешком. Хотя их путь лежал мне в метро и привезти меня ничего не стоило. Вроде пустяковая ситуация, я разумно понимаю, что никто мне ничего не должен, но всё же было ощущение, будто от меня вытерли ноги. Задавался себе вопрос, стоит ли вообще с ними дальше работать. Может я слишком много придаю значения произошедшему или всё-таки стоит задуматься, буду благодарна за ответ. Ну, во-первых, если вы хотели, чтобы вас привезли, немного непонятно, почему вы сами об этом не попросили. Люди не умеют читать мысли, мужчины не умеют читать мысли тем более, а те мужчины, которые не являются вашим романтическим партнёром и не должны читать ваши мысли. То, что вы хотели, чтобы вас привезли, это абсолютно нормально, почему вы не попросили сами. Вот, этот вопрос вам нужно себе задать. Потому что здесь у вас идёт перекладывание ответственности за своих желаниям. Вот. Путь, в общем-то, может быть и привлекательный, может быть и привлекательный путь, но ведущий в никуда. Вот. Поэтому, то, что вы себя так обделяете, да, это вот очень важный момент. Дальше. Я бы сказал, что ключевой аспект здесь в том, что вы, как мне кажется, себя изначально с этими людьми не чувствовали с этими людьми не чувствовали, как мне кажется, что вы изначально себя ощущали, ну, как бы ниже их, и связано с этими людьми, но это, конечно же, в первую очередь, с вашей самоценкой, нищим другим. А если вы выбираете работать вам или нет с людьми, то, что только по тьму читают ли они ваши мысли или нет, угадывают ли они ваши желания или нет, то я боюсь, что работа, на которой вы сейчас прибываете не так уж сильно вам интересна. а точнее, вполне может быть, что вы используете ее для того, чтобы что-то доказать либо себе, либо мужчинам. Кстати, очень часто бывает, что через мужчин таким образом есть потребность доказать что-то, например, вашему отцу. это, конечно, не всегда так бывает, но довольно частое явление, поэтому я бы вам рекомендовал бы обратить именно на эти моменты свое внимание. Насколько мне интересна работа, которой я занимаюсь, да, насколько она мне, ну, интересна, насколько она мне важна. Это первое. И второе, почему я считаю, что люди должны читать мои мысли, почему я сама не озвучила свою просьбу. Если мне кажется, что, например, озвучь я эту просьбу, я бы стал как-то, ну, ниже, уязвимее и так далее, то это вопрос с вашей самооценки. Вот. Следующий важный момент. Причина, причина, по которой мужчины мне предложили вам вас привести, заключается в следующем. Их, честно говоря, мне не кажется, не кажется много. Первое, это то, что они не относятся к вам, как к женщинам. На мой взгляд, хорошо, если ни с кем из них вы не рассчитываете выстраивать отношения. И второй аспект, если у людей есть определенная культура. Ну, или без культуры. Тут уже от точки зрения зависит. Если вы видите, что люди определенного склада характера, если вы видите, что люди определенного мышления, то ожидать от них того, что они сделают что-то несвойственное им в поменьшей мере наивно. Поэтому вам нужно спросить себя, а насколько вообще реально то, что они могли бы вам предложить вас привести. это такой вот достаточно важный момент того, насколько вы адаптированы к реальности, ну, который находится, в которой живете. Насколько вы видите реальность, ну, насколько вы с ней взаимодействуете. Вот. Дальше. И как у вас в вашей личной жизни обстоят дела? Если отношения не складываются у вас в личной жизни, это тоже может быть переносом некоторой неудовлетворенности вот на этих людей, которые, как вы, довольно, ну, довольно справедливо заметили, да, которые вам, ну, вам, в принципе, ничего не должны. Вот. Понимаете? Ваша задача заключается не в том, чтобы определить, кто вам что должен и кто вам чего не должен, а ваша задача заключается в том, чтобы определить, чего вы хотите. Вот. Натурально. В чем вы нуждаетесь? И как вы об этом говорите? Как вы говорите об ум, все вы нуждаетесь? Как вы выражаете? Как вы высказываете? Как вы даете понять людям? Все вы нуждаетесь? Потому что если никак, если никак, то отношения, конечно, у вас будут устраиваться. с большим трудом. Вот. Вот. Такой вот момент. А с поведенческой точки зрения, именно с поведенческой точки зрения. Я бы сказал, что вы пытаетесь быть не той, кем вы есть, кто вы есть. Вы пытаетесь быть более сильными, может быть, а более самостоятельной. Из-за этого отталкиваете людей и создаете у них неверное представление о себе. может быть, вы боитесь, боитесь открыться, боитесь какого-то сближения. Может быть, есть еще какие-то аспекты, которые нам пока неизвестны, да, о которых мы пока не знаем, но, тем не менее, они есть. Так что, на мой взгляд, здесь нужно во всем подробно разбираться, если, конечно, вы этого хотите. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Я хочу пожелать вам всего самого доброго, удачи и сказать, что в целом вы большая молодец, что обратились за помощью. В целом вы большая молодец, что начали обсуждать эту проблему, заговорили о ней, но это, так скажем, только первый шаг к тому, чтобы реально решить ваши трудности. Ведь, в конце концов, я думаю, что, я думаю, что вы согласитесь с тем, что люди на работу приходом именно работать, а не быть галантными, не быть воспитанными, как бы это сейчас не звучало. Понимаете? Поэтому вы можете сталкиваться с любой реакцией, но определитесь с тем, кто эти люди для вас в первую очередь. А в первую очередь эти люди для вас все-таки коллеги. А являетесь ли вы коллегой по отношению к ним? Позиционируете ли вы себя как коллегу по отношению к ним? На мой взгляд, к сожалению, нет. Всего вам самого доброго! Продолжение следует...